В условиях отсутствия возможности для церкви печатать богослужебные книги, требники, а также и в силу недостатка церквей, священников и при большом количестве верующих, несмотря на то, что многие до сих пор считают, что в советский период оставалось немного для того, чтобы победить, как говорили атеисты, церковь и обещание Никиты Сергеевича Хрущева показать последнего попа по телевизору, тем не менее была острая необходимость, потому что многие люди приходили в церковь и искали покаяние, и приходили на исповедь. Поэтому священники составляли новые членопоследования, потому что имеющиеся в требнике уже не удовлетворяли, не давали возможности исполнить их в этих особых условиях. Поэтому появилось такое явление, как общая исповедь. Вообще, конечно, начало ей было положено еще до революции, и первый такой опыт, многие, может быть, знают, связан с пастырским служением святого праведного Иоанна Кронштадтского, которому святейший сенот особым решением, распоряжением дал право совершать такую исповедь общую, то есть над многими людьми сразу одновременно, потому что тысячи людей приходили и искали его пастырского слова и молитвы. Ну, как человек уже при жизни, можно сказать, прославленный, он, конечно, обладал особым даром слова, обращенного к людям, которое приводило их к глубокому покаянию, как пишут очевидцы. Тысячи этих людей, собравшиеся в Кронштадтском соборе, плакали, рыдали и каялись в своих грехах, когда батюшка, выходя на Амвон, говорил, обращал к ним свое слово. И вот это порождает такое необыкновенное явление уже советского периода, как общая исповедь, когда внешне по форме примерно все так же и было. Священник обращался к многим собравшимся людям с назидательным словом о покаянии. Это тоже было нужно. Нужно было теперь снова учить людей, что такое покаяние, что такое исповедь, для чего, и что такое грех в конечном итоге, потому что многие о себе даже могут сказать, и сегодня, живя, сталкиваясь с какими-то вызовами нашей современной жизни, многие не способны отличить, различать духи, как говорит апостол, и не понимают, где есть грех прямой и очевидный, а где его нет. И многие как раз склонны не видеть греха там, где он есть. И поэтому вот один из наших экспонатов такой, это машинопись, текст, который был написан, составлен довольно известным в советский период священником Константином, протереем Константином Плесуновым, который служил в Оренбургской области, и даже есть дата этого памятника источника в 1946 год. Священник этот был корреспондентом долгие годы, корреспондентом журнала Московской патриархии по Оренбургской как раз к епархии области. И вот он составил это словообращение к кающимся, и потом приводит перечень грехов, в чём смысл исповеди общий, когда произносится некий перечень грехов, которые людям предлагается соотнести со своими поступками. Он разделён, то есть он очень грамотно составлен, священник образованный, он разделён на темы о грехе против Бога и грехе против ближнего. И среди этого перечня, почему этот экспонат для нас такой интерес представляет, он тоже актуализирован, он относится к своему времени, и здесь звучат те грехи, которые, очевидно, были актуальны в то время. Например, вопрошает священник, кающийся, не допускал ли кто ложного свидетельства на другого, ложного доноса, ябедничества, в эпоху пережитого террора, когда, мы знаем, многие сдавали, что называется, то есть тех своих соседей, кто-то делал это именно, оклеветовали, то есть клевету возводили из каких-то интересов, там, чтобы завладеть комнатой и так далее, и так далее. Люди страдали от этого. Кто-то, может быть, считал, что сказать о какой-то деятельности, им кажущейся противной там устрою общества, которое существовало, что это борьба за правду. И вот открывает глаза таким образом священник, что вообще-то доносить не есть хорошо, это плохо. Есть здесь и такие, опять же, тоже связанные, и очень актуальные в советское время. Грехи называются... Ну, мы знаем, что многие в советское время считали вполне себе так обычным явлением, незазорным что-то брать на том месте, где они работали, потому что взять больше было негде, и поэтому выносили все практически. И вот это звучит здесь, что это грех. Ну и так далее. Много очень можно привести примеров из этого перечня. И, к слову сказать, можно добавить, что вот этот памятник, его уникальность еще в том, что он в своем роде как, ну, можно его рассматривать как неким источником, что ли, целого направления, потому что мы знаем, что когда, наконец, церковь обрела свободу, и в 90-е годы стало возможным печатать, и в этот период появилось огромное количество, просто невероятное количество, подобных сборников, содержащих перечень грехов, которые сегодня еще не утратили, скажем так, своего значения, помогает многим людям готовиться к исповеди. Да, многие пользуются, обращаясь к ним, так сказать, соотнося, как-то читая их перечисляемые согрешения. Не все они, конечно, одинакового качества, есть совершенно ужасные в этом смысле, и которые следовало бы запретить к хождению, потому что они уже составлены иным образом. Они как бы, вот есть спрос, и появляется предложение такой, некий коммерческий, я бы сказал, подход. А это совсем другое дело. Здесь именно от пастырского опыта и от осознания потребности, необходимости того, понимания, во-первых, что есть духовная жизнь, и, соответственно, что потребно человеку в этой духовной жизни для ее исправления, для того, чтобы действительно познать, научиться каяться. Потому что покаяние, это ведь не только просто назвать на исповеди, в чем я согрешил, это большое и важное делание. И поэтому назидательное слово, обращение пастырское к кающимся к этому призвано. А в принципе, по форме, так сказать, по схеме своей, это вполне, так сказать, соответствует обычному последованию требника таинства покаяния. Только вот на злобу дня актуально то, что современно тому времени и то, что понятно самое главное, понятно было тем людям, которые тогда приходили в церковь. Субтитры создавал DimaTorzok